Дзен всячески продолжает рекламировать свои новые форматы. Вот что он пишет на этот раз. Друзья, у нас классная новость. Мы начинаем рекомендовать посты не только подписчикам каналов, но и всем пользователям Дзена. Таким образом, посты становятся по-настоящему массовым форматом. Блогеры смогут рассказать о себе большей аудитории Яндекса и привлечь новых подписчиков. Пост вмещает в себя 1500 знаков и до 10 картинок. В посте лучше всего делиться актуальной информацией. Можно отреагировать на свежую новость, рассказать, что вас удивило в прочитанной книге, поделиться лайфхаком или написать о новом месте, которое вы посетили. Подробнее о правилах написания постов можно почитать в нашей статье. Посты пока не монетизируются, что самое интересное. Но в Дзене действует программа поддержки авторов постов, заявку на участие в которой можно подать здесь, ссылка на эту заявку. И самое главное, на создании постов можно заработать до 200 тысяч рублей в месяц. В общем, это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и мы начинаем. 200 тысяч рублей в месяц, деньги неплохие. Ну прям золотые горы нам обещали. Но если вы помните, нам эти золотые горы еще обещали, когда вводили формат видео, потом когда вводили формат коротких видео. Но, как мы понимаем, все не так просто. А что здесь не просто? Да то, что зарабатывать смогут опять же не все. Как зарабатывать и какие требования для заработка на постах? Я уже рассказывал, в подсказках прикреплю, но суть-то в чем. Дзен всячески рекомендует короткие видео, Дзен всячески рекомендует писать посты. Якобы, если вы даже не монетизируете эти посты, если даже у вас с них нет заработка, то это поможет привлечь какую-то новую аудиторию. Возможно, если у вас не монетизированный канал, это так. Но если у вас канал монетизированный, то какой в этом смысл? То есть вы будете писать что-то впустую. Понятное дело, что вроде бы кажется, что пост проще, 1500 знаков, но непонятно, что мешает. Просто взять, чуть-чуть написать побольше текста, и чтобы этот пост превратился в нормальную монетизированную статью, на которой вы сможете зарабатывать. Мы же с вами понимаем, что в программу поддержки этих авторов постов попасть не так просто. А обычные авторы на этом не могут зарабатывать, даже авторы с монетизированными каналами. Хотя нам обещали, что теперь они убирают формат галереи, но на его место придет формат вот этих постов. Но в целом это совсем разные форматы, и зарабатывать на одном можно было, но на другом теперь нельзя зарабатывать. Вернее, зарабатывать будут только избранные. То же самое у нас с короткими видео. Про короткие видео я много раз уже говорил, что не так с короткими видео. Это вроде бы такой формат, где вы можете записывать вертикальные видео длиной до 60 секунд. Но там то же самое, нельзя монетизировать, если ваша заявка не одобрена. Опять же, можно использовать вроде как для привлечения новой аудитории. Но если у вас монетизированный канал, то есть ли в этом смысл? Будет ли у вас вот эта самая аудитория? У меня есть канал, где у меня 11 тысяч подписчиков. И вроде никаких проблем с тем, чтобы снять короткие видео нет. Это просто берешь телефон, снимаешь пару десятков секунд, выкладываешь. Все. Особых усилий от этого не требуется. Главное найти актуальную тему, которая должна вроде бы как крутиться. Но будет ли такое видео крутиться? Давайте посмотрим. Я проводил эксперимент. Канал, как я говорил, без ограничений. На канале стоит Content All. На нем 11 тысяч подписчиков. И вроде бы я выкладываю там, начал выкладывать, вернее, ну долгое время не выкладывал. Статьи там не очень хорошо крутятся. Но тем не менее, я начал их регулярно сейчас выкладывать. И заодно стал выкладывать короткие видео. И если статьи не очень хорошо крутятся, то будут ли крутиться вот эти вот короткие видео, но актуальные темы? У меня канал очень старый. Для тех, кто завел новый канал, эта информация, наверное, будет еще более актуальна. Давайте посмотрим, что у нас там. Вот последнее видео. Водитель припарковался, наехав прямо на бетонную полусферу. У нас здесь больше тысячи показов и всего 601 просмотр. Вроде бы тема-то довольно актуальная, про то, как у нас не умеют в России парковаться. Ну, то есть видео, где дорожно-транспортные ситуации обычно набирают довольно большое число показов и просмотров. Но здесь вот не так. Смотрим дальше. Заснеженный городок в горах России. 427 просмотров. 924 показа. Тоже так себе результат. Смотрим дальше. Работники готовят самолет к отправке. Лечу в Уфу. 1125 показов. 655 просмотров. Слабенький результат. Ну, что еще можно показать? Что можно посмотреть? Вот дядя Миша играет для Ксюши Чунга-Чангу прямо на Невском. У нас здесь, ну, такой результат. 1807 просмотров. 3544 показа в ленте. До этого ботинки Мартинс, про которых я говорил, что можно снимать всякую фигню. Вот, пожалуйста. Ставлю мягкие силиконовые стельки в ботинке Доктор Мартинс. 1170 просмотров. И мне сейчас могут сказать, Игорь, ну, ты же снимаешь всякую фигню. Вставляешь стельки в ботинки и хочешь, чтобы это смотрели. Или там показываешь, как кто-то препаравался, 20 секунд у тебя видео. Естественно, это никто не будет смотреть. Да нет, ничего подобного. Вы полазите по ленте Дзена, посмотрите, какие там есть короткие видео. Это же сплошной контентный спам. Как я уже говорил, контентный спам на Яндекс.Дзене в формате статей нельзя, но в формате коротких видео можно. И если вы поищите, посмотрите, то там есть видео, как рубят траву, как запихивают мармелад в мясорубку. Причем длится это все там 20-30 секунд. Про то, как люди садятся в автобус. Ну, миллион вариантов на тему того, что можно снять там на 20-30 секунд. Ну, и всего до минуты. И суть-то в чем? В том, что, как я уже сказал, нельзя статьи контентного спама, но короткие видео можно. Но отличие единственное в том, что если вы публикуете статьи с контентным спамом, скорее всего, они у вас сразу много будут крутиться, набирать большое количество дочитываний, но их очень скоро забанят. В формате видео это не так работает. У вас просто они не крутятся, причем ни у кого не крутятся. Они иногда начинают крутиться у тех, кто состоит в программе поддержки авторов коротких видео. А зарабатывать на коротких видео можно от 10 тысяч просмотров. То есть, если у вас меньше, зарабатывать вы не сможете. Если у вас меньше, то в программу вас не возьмут. А тут, опять же, нужно посылать заявку и просить о том, чтобы вас приняли, ее проверят, вам или откажут, или не откажут. Но, тем не менее, на данный момент на коротких видео реально зарабатывают авторы, реально зарабатывают большие деньги, но только те, кого взяли. Преимущественно, из тех, кого я знаю, это все авторы нирваны. То есть, обычные авторы как не могли на коротких видео зарабатывать, так и не могут. Если вы не состоите в нирване, то очень высока вероятность, что в программу коротких видео вас не возьмут. Ну и, опять же, ваши короткие видео особо не будут крутиться. Так что, скажем так, Яндекс.Дзен развивает свои новые программы, но преимущественно для избранных авторов. У авторов нирваны лучше крутятся статьи, у авторов нирваны лучше крутятся короткие видео, у авторов нирваны лучше крутятся посты. Помимо этого, им платят больше денег за рекламу, помимо этого, у них есть специализированная поддержка. Вернее, поддержка-то у них то же самое, но за ними, насколько я знаю, прикрепляется личный менеджер, который им заранее говорит о том, что вот здесь у вас нарушение, скорее уберите, а то будут ругаться, и человек исправляется. Некоторых авторов, конечно, исключают из нирваны, но на самом деле, если вы хотите на Дзене хорошо зарабатывать, хорошо, в моем понимании, это от 30 тысяч в месяц, так вот, если вы хотите хорошо зарабатывать на Дзене, нужно попадать в нирвану, нужно стараться туда попасть, нужно стараться, чтобы вас взяли. У меня есть знакомые, которые в нирване, им на коротких видео Яндекс.Дзен начисляют там 30 тысяч, 50 тысяч, довольно неплохие деньги. И деньги эти приходят в конце месяца, то есть помимо обычной монетизации, которая у вас есть, которую вы зарабатываете, которую вы можете выводить каждый день какую-то сумму, вам в конце месяца еще неплохой бонус приходит в размере там нескольких десятков тысяч, согласитесь, неплохо. Другое дело, что непонятно, как эти короткие видео вообще, они выбирают, какие крутить, какие не крутить, я вам какие-то примеры показал, у меня ничего не крутится в формате коротких видео. Это не значит, что ни у кого не крутится. Если у вас, вы там, не знаю, ведете канал, и не состоите в нирване, но при этом у вас есть короткие видео, на которых вы зарабатываете, напишите об этом в комментариях. Будет интересно узнать, я с удовольствием признаю, что я в чем-то не прав. Заодно и посмотрим, есть такие вообще люди или нет таких людей. Это касаемо финансовой стороны вопроса. То есть я на данный момент, лично я, мое мнение, я считаю, что на коротких видео и постах обычному автору заработать довольно проблематично. Нужно либо иметь очень хороший раскрученный канал, явно не тот канал, где у вас 11 тысяч подписчиков, и не очень хорошо крутятся статьи, либо у вас есть канал, где статьи и так хорошо крутятся, а вы еще дополнительно выкладываете туда какие-то короткие видео, тогда да, скорее всего, зарабатывать на этом получится, но опять же, если вам одобрят эту заявку в их программу поддержки постов и коротких видео. Если вам эту заявку одобрят, если у вас имеется такой раскрученный хороший канал, то, скорее всего, вы сможете на этом зарабатывать. У меня есть канал по истории, но я там не выкладывал ни посты, ни короткие видео. Меня со статьями-то там проблема. На данный момент совсем недавно выложил статью, И она за сутки набирает 40 тысяч дочитываний Я захожу в статью, рекламы нет То есть она открутилась впустую Я пишу в поддержку, мне говорят, что ее заблокировали по ошибке Вот это у меня главная боль на данном канале Но на самом деле там с этих 40 тысяч я бы заработал, ну может быть, тысячи полторы-две рублей Потому что реклама там тоже не очень дорогая Но тем не менее, канал по истории у меня, по крайней мере, сейчас более-менее нормально крутится на Дзене Переходить или нет к коротким видео и постам К постам не хочу, по причине того, что я лучше чуть-чуть допишу побольше информации И у меня будет полноценная статья, которая будет нормально монетизироваться Короткие видео, ну канал по истории, что я там возьму, что я там сниму Я не могу сам ничего снимать для этого формата Но если канал что-то вроде личного блога То для поддержки аудитории и просто для его развития Можно снимать, опять же, те же самые короткие видео Ну то есть это вообще никаких сил не занимает Вы там, не знаю, ботинки зашнуровываете, как я уже сказал И какой-то уникальный способ зашнуровки ботинок, пожалуйста, сняли Но это как пример, на самом деле не надо так делать Но нужно делать контент в формате вашего канала То есть, не знаю, если канал про путешествия Можете показать какую-то там, не знаю, гору снять Показать, что вот, или там, как на самолете летите Пожалуйста, если канал про путешествия Вот, в формате какой-то своей темы Не выходя за ее рамки особо, ну чуть-чуть можно Так вот, снять коротенькие видео Дополнительно их выкладывать Особых усилий это не требует И при этом может выстрелить как-то То есть, выложил видео, оно у тебя набрало очень много просмотров Пожалуйста, подавай заявку, может, примут Почему бы нет? Почему бы не рискнуть? Раз это усилий не требует Так что, моя субъективная личная позиция Посты я не буду писать Потому что, ну блин, дождусь лучше, когда они будут для всех Про формат видео, ну, буду выкладывать Но только на личном блоге Заработать на этих двух форматах я особо и не пытаюсь Ну, единственный вариант у меня Подать заявку в Нирвану Для этого нужно убрать все вот эти нарушения Нарушения у меня несколько на некоторых каналах Некоторые ошибочные Придется по каждому писать отдельно Какие-то статьи действительно, похоже, придется удалить Чтобы опять попробовать попасть в Нирвану Плюс еще у меня есть очень много каналов, которые где-то заброшены От которых я даже пароль не помню Что с ними делать, непонятно Удалять, не удалять Наверное, я удалять не буду Попробую убрать все нарушения с исторического канала С канала про фильмы С канала, который личный блок Уберу все нарушения Напишу им в поддержку Попрошу меня опять принять в Нирвану Посмотрю, что из этого получится Вот Ну и, наверное, после этого уже можно будет пробовать Зарабатывать и на постах И, может быть, на коротких видео Может быть, они лучше после этого станут крутиться Опять же, нужно будет выкладывать регулярно контент На всех этих площадках Вот Ну а по поводу того На обычных каналах Стоит ли выкладывать или нет Я вам сказал По поводу того, что если вы новичок Нужно ли стараться и пытаться делать посты Короткие видео Тут вот какой момент Если у вас нет монетизации Для того, чтобы пройти успешно проверку Я имею в виду проверку на монетизацию Нужно делать как раз качественный контент Условно качественный, который они говорят Ну и разнообразить как-то свой контент На своем канале Чтобы с большей вероятностью ее пройти То есть это должны быть опять же качественные посты Это должно быть качественное видео Включая длинные видео от двух минут Которые нормально монетизируются И включая текстовый формат статей Если нет возможности или желания Можно ограничиться только качественными статьями Никто вас не заставляет делать вот эти вот коротенькие посты Никто вас не заставляет делать вот эти коротенькие видео Которые, на мой взгляд, представляют из себя лишь контентный спам Почему бабушки и коллекторы в формате статей Это запрещено А то, как ты зашнуровываешь ботинки Это разрешено Хотя ни первый, ни второй формат Никакой смысловой нагрузки вообще не несет Меня это удивляет и поражает Ну да ладно, кто я такой Яндекс.Дзон и его администрация лучше знают Вот, ну, а у меня на этом все Подписывайтесь на мой канал Ставьте нравится До новых встреч Пока